здравствуйте друзья продолжаю отвечать на вопросы вопрос какая свеча там не притронутся после стула душ и кое-как прикладывать тампон смази между булок обезболивающие перед стулом и после ковыляю до кровати и лежу часа два и только потом становится немного немного легче доктор уже 20 дней как сделали мне операцию на геморрой но не могу адская боль в тазике сижу к врачу сходила он сделал мне массаж чуть не умерла от боли и сказал мне делать массаж каждый день когда же я могу нормально сходить по большому без боли ну и так далее так далее я не хочу все это дело как бы перечитывать таких вопросов реально очень много действительно проблемы геморроя это одна из таких актуальнейших проблем вообще говоря фрактологии может даже в медицине именно вот в плане болей собственно говоря потому мы сейчас и стараемся доктора стараются переходить там где возможно на так называемые малоинвазивные вмешательства где меньше объем соответственно меньше боли друзья принять вот речь идет о тазике уже говорил еще раз повторю лучше принять в ванну вот особенно после стула попочку помыть тепленькой водичкой и лечь в ванну вот некоторые больные прямо лежат прямо часами лежат и принципе если надежный гемостаз если доктор разрешает мы обычно всегда разрешаем своим пациентам ложиться в ванну мы совершенно уверены в надежном гемостазе и они часами в принципе могут лежать и сразу сразу боли уменьшаются потому что идет расслабление свинкера и комфорт как бы комфорт прибавляется боли уменьшаются по поводу массажа но по поводу массажа если адская боль но какой массаж как о каком массаже может идти речь конечно надо подлечить вначале снять спазм это и тепло это и мази типа релифипин это наконец-таки ботокс и вообще препараты водула токсины так называемые уже потом когда спазм уменьшается потом уже можно делать и массаж и прочие вещи что же еще можно сделать что же еще можно сделать вот первые особенно дни после операции когда реально все таки болит особенно болит после стула значит можно взять мази с повышенным содержанием лидокаина это прежде всего м ламазь м ла и гель коттеджель и на пальчик и хотя бы снаружи но насколько это возможно смазать анальную зону чтобы в какой-то степени притупились нервные окончания работает не скажу что о как но все-таки в какой-то степени работать это раз конечно же обезболивающие препараты обезболивающие препараты если таблеточки не очень хорошо помогает тогда уже и инъекции тот же кетанол кетарол кетанал пожалуйста можно в инъекциях вплоть до того что доктор может выписать и препараты уже более сильно действующие это типа трамала трамадола они есть и в таблеточках и в инъекциях пожалуйста просто надо тогда попросить чтобы доктора их выписывали значит обезболивающие мази обезболивающие препараты мягкий стул я на это очень серьезное внимание обращаю потому что если жесткий стул если человек не принимает слабительный то это очень и очень усиливает боль поэтому пожалуйста старайтесь чтобы стул был без без медлительный чтобы вот сел и буквально одна-две минуты и все еще процесс был бы закончен тут же помылить его продолжаю вопрос также вот пишет человек также на салфетке которую прикладываю смази все время остаются выделение либо кровь либо что-то зеленого цвета или желтого цвета значит друзья мои всегда на салфетке будут оставаться будет оставаться какая-то ну бяка скажем так она может быть и желтого цвета и зеленого цвета это естественные нормальные выделения на это обращать не надо как только рана заживает все проходит то же самое можно сказать в отношении крови это всегда очень как-то вот напугает людей мазки крови могут быть не бойтесь там швы там есть раночки когда особенно человек идет в туалет какой-то степени травма этой зоны и чуть-чуть там капля ну иногда даже несколько скажем так капель крови быть могут это не такое кровотечение это это совершенно другая история если уже кровь пошла это как правило бывает на 5-7 10 день вторичные так называемых кровотечения но редко они бывают в общем-то угрожающими вот как-то так друзья мои вопросы и задавайте я всегда стараюсь отвечать всем здоровья терпения и всего хорошего